Ну, что делаем? Начинаем? Да. Не прошло и полгода, как мы собрались поговорить еще чуть-чуть о Декарте и о реальности. Итак, я что главным образом тогда имел заметить Игоря, что отсылка к Декарту была, как бы сказать, аккуратнее, излишнее, общая, не входя в детали, которые в данном случае интересны. Вот. Ну, чтобы понять, каким образом может нечто мыслиться в качестве не просто модуса мышления, а и в качестве того, что существует, в каком-то ином смысле, чем существует в качестве модуса мысли, вот надо, конечно, обратиться к третьему размышлению Декарта, имеется в виду размышления о первой философии. Ну, и я сегодня постараюсь повторить по возможности, не выпуская важное. Значит, в чем там дело? Ну, фабулу, так сказать, краткое содержание, я думаю, все интересовавшиеся этими темами, этим философом представляют себе хорошо. Речь пойдет о доказательстве бытия Бога. Отдельный, конечно, вопрос, каким образом эта тема у Декарта всплывает. Явным образом он в тексте появления этой темы не обосновывает. Что дало и дает до сих пор? Основание активным образом обсуждать, а действительно ли эта тема необходима для Декарта. Может быть, это просто был некоторый жест приличия, что называется. Ну, вот надо было считаться с мнением талагического факультета Сорбоны. А для того, чтобы они, так сказать, не написали уж совсем отвратительный отзыв, тебя сразу не забанили в качестве ученого-философа, надо было как-то к этому отослать. Это общее подозрение, которое больше или меньше жесткостью формулируется последние несколько сотен лет. Я же полагаю, что здесь есть внутренняя необходимость Декарту перейти к идее Бога. И она будет ясна через несколько ходов. Прежде всего, давайте порядку ради восстановим его движение в целом, как он начинает философию. Он предлагает начать с процедуры сомнения. Я могу усомниться, говорит он, в окружающем мире, в самом себе, вообще во всем на свете. В каком смысле усомниться? Усомниться в том отношении, что... А есть ли то, что воспринимают органы моего чувства? То, о чем я думаю? Не моя мысль, в которой не очень понятно, как сомневаться, а вот то, о чем я думаю, то, что я воспринимаю. А о чем думаю или то, что воспринимаю? И то, и другое. Это, конечно, разные предметы. И сомневаться в них Декарт предлагает несколько по-разному. Там разные осуществляются ходы мысли, о которых я сейчас коротко скажу. Ну, сомнения в вещах внешних, что называется. Да, я исхожу из предположения, что и интуиция различия внутреннего и внешнего достаточно близка всем нам, возможным, зрителям и слушателям. То есть, внешнее – это то, что мною мыслится. Простите, внутреннее – это содержание моей мысли, моей души, если угодно. А внешнее – это некоторый внешний мир, который меня окружает. В каком-то не вполне ясном смысле. Но в каком-то, тем не менее, общем смысле различия внешнего и внутреннего вроде бы не вызывают сомнений. Ну, так вот. Значит, каким образом мы можем сомневаться во внешних вещах? В том, что мы видим, слышим, ощущаем тем или иным способом. Мы сомневаемся на том основании, что мы всегда можем задать себе вопрос, на который не находим ответа. А именно, а есть ли то, что я сейчас вижу? Или это всего лишь иллюзия, той или иной формы? Может быть, это недостаточно качественный мой орган восприятия. То есть, предмет довольно далеко, и я вижу не настолько хорошо, чтобы разглядеть его отчетливо, и я могу сомневаться в этом. Или, может быть, в принципе, предмет мне представляется достаточно отчетливым, но он, тем не менее, мы знаем, что это некоторая иллюзия нам навеянная. Или это просто сон. Вот самый простой пример, доступный каждому, это сон. По поводу всего нашего внешнего восприятия мы можем задаться вопросом. Это действительно есть или это всего лишь мне снится? И, как замечает Декарт, без особенной аргументации, но тут, я думаю, может каждый сам добавить этих аргументов. Решающего аргумента, почему это не сон, у нас нет. По поводу того, что находится внутри моей мысли. То есть, могу ли я сомневаться в предметах, которых я не вижу, никогда и в принципе, но я их только знаю. Например, я знаю треугольник. Строго говоря, я треугольника не вижу. Но треугольник, как геометрическая фигура, в мною только мыслица. Это некоторая абстракция, говоря нашим языком. Каким образом можно сомневаться в этом треугольнике? Тут уже аргумент со сном не пройдет. Очевидным образом. Потому что, вне зависимости от того, спишь ты или не спишь, все-таки треугольник есть содержание твоего представления. Содержание твоей души, как сказали тогда. И тут Декарт предлагает некий трюк, который совершенно искусственный. И нужен ему исключительно, насколько я понимаю, для полноты процедуры сомнения. Он говорит, а я могу предположить, что существует такой всесильный дух, который обманывает меня каждый раз, когда я думаю о треугольнике. Вот я представил, я мыслю треугольник и мысленно пересчитываю его стороны. И этот всесильный дух каждый раз меня обманывает, заставляет сбиться со счета. Я каждый раз пересчитываю, получается, три, но это только потому, что он каждый раз меня обманывает. Поскольку это дух всесильный, то никаких проблем с его стороны в этом нет. Да, ну и то, что собственное тело, казалось бы, такое теплое, родное, совершенно ясное, тоже может быть поставлено под сомнение. Под сомнение, практически на тех же основаниях, что и любая другая внешняя вещь, ну, с небольшими цветочками, типа того, что вот оторванная рука, там тоже чешется ладонь. Руку оторвало, а ладонь чешется. Хотя он никакой ладони нет. На взгляд декады это доказывает то, что наше внутреннее ощущение собственного тела тоже так же недостовенно, как ощущение внешних вещей. На этом основании, я думаю, можно совершенно спокойно сказать, что наше тело есть точно такая же внешняя вещь, по мнению Декарта, как и все остальные. Вот. И что же при этом остается несомненным? Несомненным остается только и исключительно акт моего сомнения. Точнее говоря, говорит Декарта, несомненно то, что я думаю, что сомневаюсь. Несомненно то, что я думаю, что вижу. Вот по поводу самого... А? Дух здесь не может тоже тебя так же сбивать? А? Злой дух тебя сбивать здесь не может? Дело в том, что он может меня дурачить только по поводу того, что я думаю. А по поводу самого факта мысли, по поводу самого акта мысли, он меня обмануть не в силах. Почему? Потому что здесь нет никакого зазора между мной и этим актом. Я и есть этот акт. Нет, но если бы ты выражался так, что в момент сомнения я не могу сомневаться в самом сомнении. Тогда это было, наверное, правильно. А ты говоришь, думать о сомнении. А ты, когда думаешь о сомнении, это как бы другой акт. Сначала ты сомневаешься, а потом о нем думаешь. Нет, я хотел сказать только одно. Что все, что достоверно говорит Декард, это я думаю. Просто это думаю может быть в разных модификациях. Я думаю, что сомневаюсь. Я думаю, что чувствую. Я думаю, что, не знаю, там, воображаю. Я думаю, что считаю. Вот в этом смысле. То есть ты все-таки полагаешь, что Декард предлагает сомневаться в чутовности? Нет, он не предлагает сомневаться в чутовности. Что быть может у другой конвентарии не три угла, а четыре? Это только касательно предметов, находящихся исключительно в душе. По поводу внешних предметов, он сомневается только исключительно в бытии этих предметов. Но здесь видите, как интересно. Очень странно получается, что относительно разных вещей. Сомневается немножко о разном. Сомневаться в вещах нельзя, потому что ты не знаешь, есть ли эти вещи или нет. Как он же сомневается в том, о чем ты вообще старения не имеешь, по сути. Я думаю, что Декард сомневается в самом действии. Просто в самом действии. Не важно, в чем ты сомневаешься, но ты действия совершаешь. Это само по себе действие, и подвергается сомнению. То есть сомневается в том, что он сомневается? Ну да. Тут смотрите, какая... Это же старый скептический аргумент, что нельзя сомневаться в том, что ты сомневаешься. Это старый скептический тыс. Здесь дело в том, что Декард предлагает нам обратиться просто к самому опыту мышления и убедиться, что да, когда я думаю, то сомнительным является то, о чем я думаю. В аспекте того, существует ли оно, такое ли оно само по себе. Но сам акт мысли по поводу этого сомнительного нечто, безусловно, безусловно, достоверен. Именно в этом смысле он говорит, кое-каке-то от государств. Без сомнений. Одно дело, это когда я сомневаюсь о веществе. Другое дело, я сомневаюсь в чтойности вещи. Другое дело, я сомневаюсь сомнений. Нет, и на самом деле все правильно, лишь пока можно последить три смысла. Первый смысл. Это Kesk, когдаumi сомневаемся в бытии, это первый смысл. Это касается то, что называется внешних вещей, вещей. Второе, сомнение в чтойности, это касается треугольников, всех математических доказательств и прочее. там невозможно сомневаться, там нет никакого бытия у треугольника есть просто его исчезновенность и третье сомнение, это в самом сомнении вот три вида сомнения действительно присутствуют но только по поводу третьего он утверждает, что невозможно сомневаться в момент сомнения невозможно сомневаться, что ты сомневаешься иначе прямо в момент акта невозможно сомневаться, что он есть потому что ты являешься этим актом да нет, это совершенно один вопрос невозможно сомневаться в том, что ты есть в этом процессе мышления, невозможно сомневаться в своем сомнении. Это разные вещи. Не ты есть, а действия. Первые два сомнения разберем. Возможно сомневаться сомнением, это определенного рода логическое упражнение. В то время как я есть, когда я сомневаюсь, тем образом доказываю достоверность всего, это, безусловно, не логическое упражнение, это определенный родом мысленный опыт. Только ты имеешь в виду не логическое упражнение, а есть просто умозаключение. Умозаключение, естественно, не может ничего сказать. Мы должны оказаться в опыте. Мы должны в опыте обнаружить нечто несомненное. Достоверное в самом опыте. В смысле, что я не могу сомневаться в каком-то сомнении, это так, это софизм. Это просто рассуждение. Я говорю, это скептически. Это что-то еще. А когда мы говорим, есть ли, у треугольника четыре угла? Ну, может быть, и четыре. Но несомненно то, что я думаю, что у него три. Это разные опыты. Вот в том-то вся штука. Понимаете, как бы, Игорь, ты прав в том, что здесь странность в том, что у Декарта получается, что есть две модификации сомнения. В одном случае он сомневается в бытии, в другом случае он сомневается в читойности. Это действительно странно. И обычно этот нюанс пропускается при изложении Декарта. И понятно почему. Потому что весь смысл процедуры достоверности когета, он бытийный. Вот что такое когета? Это просто чистый акт бытия. Чистый акт мысли, который и есть акт бытия. И на этом основании, поскольку он есть, вот он есть, потому что он таков, вот он совершается, и поэтому он есть. Неважно, насколько достоверным является содержание этого акта мысли. Пусть оно совершенно не достоверно. Но сам акт есть. И поэтому когета есть бытие. Да, когета есть бытие. Но я что хочу обратить внимание, что такое вещь. Один вопрос, когда мы сомневаемся, спрашиваем, насколько углов и другой никогда. А другой совершенно, когда я вижу перед собой дерево и думаю, а дерево ли это? Это правда. Тогда получается, что я сомневаюсь не в бытии дерева. Нет. А сомневаюсь в существовательности того, что есть передо мной. Подожди, Игорь, я же сказал, у него есть 2 модификации сомнения. А вот получается, что одна? Нет. Не одна. Потому что по поводу внешних предметов он сомневается только в их бытии. Нет. Допустим, ты совершенно отчетливо и ясно видишь дерево. Совершенно отчетливо и ясно. Тебе никакого... Вроде бы не должно было возникать никакого сомнения. Но, тем не менее, у тебя же есть возможность посчитать, что это иллюзия. Даже если ты... Это действительно так. Это действительно так. Значит, и есть сомнения в бытии. Да. Такая штука есть. Но есть ли сомнения об этом и в тойности вещи? Да. Есть ли сомнения в чтойности? Подожди, подожди. А если ты смеиваешься в том, что он иллюзия или смеиваешься в том, что, несмотря ни от чего я четко вижу перед собой дерево, он на самом деле принадлежит человек? По поводу дерева есть сомнения только в бытии. По поводу треугольников есть сомнения, что они четыреугольник нет. Вот это как бы странно. Хотелось бы... Это странно. Это правда странно. Хотелось бы на самом деле и том и том сомневаться в чтойности. Вот мы два года назад читали свои декарты. Семинары когда? Второй или третий семинар на философском штурме вложенной. Вот у декарта мы тогда делали упражнение, что сомневаться нужно только в чтойности. Тем не менее, ход декарта в многом проходит. И у нас прошел. Помнишь, да, это дело? Мы такую штуку вот здесь сидели, еще при маленьком свете, с другой камерой, и это дело снимали. Мы почти в этом составе, да. Да. Ну, понимаете, какая штука? Судя по тому, что получилось в результате сомнения, а получилось когида, получился чистый акт мысли, он же есть чистый акт бытия. Это означает, видимо, что то сомнение, которое было по поводу бытия, оно является для декарта ключевым. Он для полноты картины еще сомневается и в мысленном содержании, но потом дальше никогда к этому не возвращается. Это как бы вот он из некоторой вот академической как бы достоверности отсомневался во всем, но ключевым для него является сомнение в бытии. Что видно из того, что коги-то есть бытие. Мы тогда пытались декарта понять, что можно сомневаться в чтойности, но получить при этом бытие. Вот так было. Я не очень понимаю, как это возможно, а в особенности... Как с треугольником? Пусть у треугольника на самом деле не три, а четыре угла, но несомненно, что у него нам кажется три, тем самым мы доказываем свое собственное существование. А нам кажется, что три. Несомненно то, что мы мыслим треугольник с тремя углами. Вот так. Это будет акт сомневая существовательности, но имеем... Но для того, чтобы прошло такое рассуждение, все-таки нужно сначала получить достоверность мысли как мысли. Вот чистой от всякого содержания. А именно это достигается при попытке мыслить именно в бытие. Вернее как, не мыслить в бытие, а сомневаться в бытие. Что Декард реально где-то получает мысль как мысль в чистоте? Это решенное содержание? Это решенное содержание того, в чем он сомневается? И этот вопрос очень спорный. Вопрос спорный. Нет, я готов согласиться. Что Декарда вводит по тексту, что он действительно может мыслить чистая когита. Но из рассуждения это не видно нигде. Тут вот в чем дело. Я тоже некоторое время и периодически возвращаюсь к этой мысли. А является ли это самая когита действительно просто некоторой равной себе активностью? Нет, но равной себе активностью она и является. Но при этом вообще без содержания. Вот в пустоте. Да. Как бы. У меня не получается. У меня не получается повторить такой опыт. И думаю, что это даже и... Ну, в общем, я не видел человека, у которого получалось. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, чистота когита подчеркивается в качестве момента. Вот в этом как бы цельном опыте, я думаю, что вижу стену. Я сомневаюсь в стене. В том смысле, а есть ли это стена? Усомнившись именно в бытии истины, я понимаю, что это абсолютное сомнение. Ответа на этот вопрос у меня не находится. Зато у меня находится ответ на вопрос, а что же есть? А есть моя мысль. Именно моя мысль в качестве акта есть как бы бытие. И тут же, вот как бы такая точка, в этом моменте можно сказать, что когита пусто. Оно есть чистый акт и ничего кроме. Но в этой точке Декарт не останавливается вообще ни на какое мгновение. Он сразу говорит, а следовательно, стена есть в качестве модуса моей мысли. То есть он не говорит, что существует отдельный такой опыт, который можно каким-то образом длить. Пустое когита. Нет, когита всегда с чем-то имеет дело. Всегда на что-то обращено. Мысль всегда обращена на что-то. Но. То есть не мыслить мы не можем. Мыслить не мысля что-то. Вот так вот, да. То есть наша мысль никогда не пуста. Да. Но следовательно, для себя она, получается, по Декарту даже может быть дана в чистоте. А? Для себя она может быть дана в чистоте. Вот она, не то чтобы она может быть дана, да. Она просто, она, да. Она вот может быть, мы можем обнаружить активность мыслей как единственную активность. Понимаете, какая штука? Вот когда я, стена есть модус моей мысли, это что означает? Это что стена просто некоторое содержание. А все бытие и вся активность, да, которая здесь есть. Это на стороне когита. На стороне когита. Только несколько штуков. Текст еще утверждает очень важную вещь, что когита, оно может быть еще и свободно по отношению к тени и стены. В каком смысле свободно? Вне, вне, вне тени и стены. То есть от того содержания, в котором его подстает в качестве некой изначальной датности. Я все равно не понимаю, в каком смысле свободно. Я даже не против, но просто не согласен. Но свободно в том смысле, что оно чистое. А, да. Некая чистота, которая полностью неферентна по отношению к тени. Да, да, да. Это, кстати, очень важный момент. Потому что я бы это формулировал таким образом. Когита не становится предметным. То есть вот нельзя подумать, что стена есть модус моего когита. В том смысле, что моя мысль превратилась в эту самую стену. Нет. Это именно мною удерживается именно как отношение. Есть некоторое нечто, стена, которое явным образом не есть мышление. Но это то, что противоволожит мышлению, тем не менее существует только в качестве модуса моего мышления. Я? То есть мы всегда мыслим рассуждение. Рассуждение нечеткое какое-то. На самом деле, если мы исходим из внутренней некой феноменологии, мы не можем понять, стена – это модус нашего мышления или нечто, не относящееся к нашему мышлению. Просто вот есть стена. А уж как она на самом деле существует? Речь идет о философском осмыслении. Дело даже не в философском осмыслении. Тут смотрите, Булат, ты прав, а в чем? Феноменология этого не обнаруживает. И действительно, например, Гуссель не может обнаружить ни чистоты когита, ни стену в качестве, так сказать, модуса когита. По одной уважительной причине. Потому что он начинает свое рассуждение похожим образом, как Декарт. Очень похоже. Вот эта его процедура эпохе, она действительно очень близка к процедуре сомнения Декарта. За одним крупным «но». Предметом эпохе для Гусселя не выступает бытие, а выступает содержание мира. Мы только что обсуждали, что и содержание мира у нас выступает. Нет, нет, нет. А вот я почему и говорю, что для Декарта ключевым является именно сомнение в бытии. Но это на самом деле. Если бы он сомневался только в чтойности вещей, у него были бы результаты, близкие к тому, что получается у Гусселя. Нет, ну я говорю, но есть же гипотезы, по которым мы уже обсуждали, что может сомневаться только и в чтойности. Понимаешь, это же некоторого рода предположение, что Декарт сомневается в бытии. Каким образом? Нет, это не предположение. Я говорю, что я думаю, что там дерево, а на самом деле там человек. То есть я сомневаюсь в бытии дерева или я сомневаюсь в чтойности дерева? В чтойности вещи, в чтойности предмета. Чтойности предмета. Тут смотрите, какая история. О чем мы говорим? Мы, конечно, пытаемся воспроизвести те рассуждения, которые изложены Декартом. Не просто воспроизвести, а на самом деле деконструировать. Мы хотим понять, на какой конструкции они базируются. Как именно рассуждать Декарт? Почему это для нас вроде бы очевидно? Надо проявить очевидность этих рассуждений. Найти рассуждения, по которым мы чувствуем, что это очевидно. Бога ради. Я не понимаю, почему ты называешь это Деконструкцией. Я называю просто воспроизведением его рассуждения. Окей. Как бы мы разбираем и собираем. Ну, Бога ради. Да. Разбираем, собираем, собираем, разбираем. Это можно поиграть словами как угодно. Я согласен поменять свое слово. Не важно. Важно что? Важно то, что у Декарта в тексте есть выражение, описывающее Тор, как он сомневается, по поводу стены. Да. Вот пусть будет стена все-таки. Который можно истолковать так, что он сомневается в том, а каменная ли это стена, а коричневая ли это стена. И все в таком случае. Стена уже есть. Так. Но при этом, получается, что он не задается вопросом, а существует ли эта стена. Нет. Может было задаться вопросом, есть соль ли это. Или это стена как бы наиву. Нет. Как только ты задаешься таким вопросом, ты уже спрашиваешь не о том, коричневая ли стена, а ты спрашиваешь о том, а есть ли это стена. Это вопрос о бытии. Это вопрос о бытии. Это не вопрос о... Какая это вопрос... Это вопрос о сущности, это вопрос о чтойности. Вопрос о сущности, да. И есть место или даже два в первых рассуждениях, где Декарт предельно ясно, хоть по-русски, хоть по-латыни, хоть по-французски, говорит одно и то же. Пусть этого мира нет. Пусть нет моего тела. Пусть ничего этого нет. Именно нет. Он не говорит, что пусть он будет каким угодно. Я просто не могу познать этот мир, как говорит Гус. Вернее так. Он не то, что говорит, что не могу познать. В процедуре Пахе он как бы запрещает себе совершать высказывания, фиксирующие свое знание о мире. То есть, я вижу коричневую стену, но я запрещаю себе формулировать это высказывание, что стена коричневая. Вот там совсем грубо, да, частичка процедуры Пахе. Для Декарта это совершенно не важно. Он говорит, а вот предположим, что ее нет. Именно нет. Не то, что она розовая. И не то, что она деревянная. А предположим, что ее просто нет. Он задается вопросом о бытии. И это является ключевым для его рассуждения. То, что он в треугольнике может, так не может сомневаться. И это действительно некоторая проблема. Я не знаю, можно ли это как-то встроить в целостное воспроизведение Декарта. Но то, что именно вопрос о бытии является для него ключевым, это совершенно ясно. Потому что он обнаруживает кое-то в качестве чего? Чистого бытия. Чистое мышление есть чистое бытие. То есть, если он с самого начала не задается вопросом о бытии, то он бы бытие и не обнаружил. Как и происходит у Гусарля. Он не задается вопросом о бытии. Ему это не важно. И он никакого бытия и не обнаруживает. И потом всю жизнь пытается, так сказать, преодолеть недостатки этого подхода. Ну просто потому, что он с самого начала этот вопрос себе не ставит. И феноменология, как бы, ну вот. Ну окей, да. Покрутили, да. Покрутили. Покрутили. И смотрите, в чем дальше дело. Каким образом я здесь вижу возможность перехода к доказательству бытия Бога. Вот с этой точки я могу только пунктивно находить поддержку своего воспроизведения в тексте Декарта. Потому что так прямо он этого не формулирует. Но тем не менее, логика мне здесь видится следующая. Он пытается проанализировать, ну проанализирует плохое слово, да. Но он пытается понять, что есть когета в немножко разных смыслах. Вот, например, да. Мысляя стену как модус моего мышления, я понимаю, что стена существует только потому и только в том смысле, что я ее мыслю. Это означает, говорит он, что я являюсь причиной существования стены. В некотором смысле. Я не делаю стену именно коричневой или каменной. Но я делаю ее существующей. И вот тут он говорит, я вижу странную вещь. Дело в том, что то, что стена существует, причину этого я теперь знаю. Это моя когета. Я есть причина существования стены. А что является причиной стены в качестве ее каменности и коричневости? То есть вот что создает содержание этой стены? Я создаю только бытие. Когета дает стене только бытие. Когета дает стене только бытие. Как ты сказал? Прям какой-то вопрос. Я так сходу не знаю, как на него ответить. Ну просто довольно странно получается, что мы создаем стену. Будучи отрицая, сначала мы отрицаем бытие, потом мы это бытие создаем. А, да. Это любопытно. Дело в том, что, строго говоря, мы не отрицаем бытие. Там штука в следующем. Он не отрицает бытие всего окружающего мира. Он лишь как бы ставит вопрос, а есть ли. То есть спрашивать, есть ли стена, неравнозначно утверждению, что стены нет. Вот то, что мир существует, он никогда не отрицал. Он просто спрашивал о существовании стены. И поэтому он обнаружил себя в качестве чистого бытия. И, соответственно, тут же понял, что весь этот мир просто модус моего мышления. Пусть нет. Не нет, а пусть нет. Да. Пусть нет. Вопрос маленький терминологический. Да. И в том, что сейчас существует и быть синонимы используют? Да. Используются? То есть не разделяет? Да-да-да. То есть у него нет. Если говорить чисто терминологически, мне так вспоминается, что Декарт не оперирует термином «бытие», он оперирует термином «существование». Но я в своей речи не различаю эти два термина, просто чтобы подчеркнуть некоторый смысл этого вопроса. Поэтому, возвращаясь к твоему уточнению, мы не отрицали стену и потом давали ей существование, мы задавались вопросом и находили ответ. То есть, дело не так обстоит, что я просто дарую существование стене. Нет. Но я понимаю, что стена существует только в качестве моря. Наверное, не в кантовском смысле. Кант содержанием наделял к субъекту. То есть, субъект сам давал, то есть, что он мог увидеть, мог бы он увидеть кирпичность или коричневость, это зависело от субъекта. У Декарта нет этого. То есть, у него холм это пусто. А у Канта есть некие априорные содержания, априорное содержание субъекта, которое наделяет явление, вещь, а то, что стоит за явлением, то пусто для познания, то есть, содержательно пусто. То есть, здесь это некантовский смысл. Ну, вот я просто не могу переключиться и не могу поучаствовать в этом разговоре. Нет, я понял, в чем вопрос. Вопрос именно в том, что коби-то пусто, чисто относительно восприятия. Да. А у Канта субъект не чист, а содержательно. А, да, да. Вот этот вопрос. Тогда не в этом. Вот. И это, кстати, любопытным образом здесь не начинает всплывать. Вот я процитирую, чуть-чуть буквально сократив, значит, так. В причине должно быть, по крайней мере, столько же объективной реальности, сколько ее содержится в действии, осуществляемом этой причиной. Ибо откуда, спрашиваю я, действие может получить свою реальность, если не от причины? И как причина может дать эту реальность действию, если она сама ее не имеет? Это он к чему ведет? Это он ведет к тому, что поскольку коги-то есть мысль, есть мысль-то, да, но есть бытие, то поскольку оно есть бытие, понятно, что оно, это бытие причиняет стене. Он говорит, это согласуется с понятием о причине. То, что в самой причине содержится, тем она может поделиться с тем, что она причиняет. Но каменность и коричневость, говорит он, в коги-то не содержится. Поэтому я не могу наделить стену, и я не знаю причину ее каменности и коричневости. Тут любопытно, на самом деле, что, как бы ты говоришь, она причиняет бытие. То есть, ну, на самом деле, субъективное бытие содержание, это как бы одно, а есть же как бы объективное бытие. Вот, а его пока нет, а его пока нет. Именно невозможно сомневаться в субъективном бытии, и вот в чем проблема. В субъективном бытии мы сомневаться не можем. Мы можем только в объективном быть. Давайте еще разочек, я термологически точню, сейчас еще один момент. Замечания касаются Декарта, или, в смысле, Декарт не так говорил, или Декарт неправильно был? Нет, Декарт есть значение причем. Просто, если мы пытаемся интерпретировать Декарта в том смысле, что у нас, что Когет наделяет все, как и содержание бытием, это должны как-то все-таки отдавать себе отчет, о чем мы говорим. Я ей говорю, что мне кажется, что этот разговор не такой. Мы неправильно понимаем Декарта, или неправильно Декарт написал? Я не понимаю, в чем проблема. Я ей говорю, что Игорь линию не поведет интерпретации Декарты. Мне кажется, она как бы сбилась, по-моему, в правильном направлении. Ну, мне так кажется. Потому что этот вопрос, как было, что есть реальность субъективная, есть реальность субъективная. Нет реальности субъективной и объективной Декарта на данном моменте. Мы сейчас, я говорю, мы как бы занимаемся деконструкцией, реконструкцией, конструируемой. Мы пытаемся реконструировать ход рассуждения Декарта. Это правда. Каких-то новых терминов. Ну, чуть-чуть новых терминов. Я добавляю их. Да, у нас хватит сказать достаточно простую мысль. Что если мы, допустим, начнем с придания смысла такому термину, как субъективное бытие, то мы к нему и вопросы не поставим. Да. А что это субъективное бытие не было? Ну, это есть, условно говоря, если бы была только мысль, которую было бы содержание, то никакого вопроса, сомнения бы не могло возникнуть. А! Если вопрос пусть нет, вот тот самый, если ты дальше сталкивался с этой ситуацией, то вопрос пусть нет, но невозможен. Да. Именно в смысле бытия. В смысле содержание возможен, конечно. Очень может быть. Поэтому похоже на то, что есть некий предварительный, мы, как это обрутируем, декарта, есть некий предварительный смысл бытия. Теперь в этом вопросе уточняем, в каком содержании находится у этого смысла бытия. Так ведь? В некотором роде, в некотором... Вот смотрите. Тут просто... Если бы когета была абсолютной субстанцией, то тогда действительно, вся эта процедура не могла бы совершаться вообще. Но, как выяснится через некоторое время, когета есть субстанция, но конечная субстанция. И вот сейчас мы находимся на стадии, мы обнаруживаем ее конечность. Ее конечность состоит в том, что когета причиняет, как он выражается уже во вполне схоластических терминах, тут я ничего не произношу, когета является лишь формальной причиной вещи, но не объективной причиной вещи. То есть, я причиняю, я отдаю стене бытие, но не определяю стену в качестве каменности и коричневости. А во сне? А? Во сне. Во сне тоже. То же самое. То есть, а каменность и коричневость, приснившись со стены, разве не ты создаешь? Неа. Нет. А как? В том-то вся и штука. Вот он, именно поэтому он ставит вопрос, что, а должна быть такая причина, говорит он, должна быть такая причина, которая сможет причинять стену в обоих смыслах. И в качестве формальной причины, и в качестве объективной причины. Я не есть эта причина, потому что я могу только формально ее причинить. По поводу того, что во сне творится, он это отдельно раньше объясняет, когда аргументы про сон более-менее рассматривают. Не очень подробно, конечно. Может быть, это можно... Да, вопрос интересный. С тем же испанскими грандами, которые больно бьют за палками? Да. Я же являюсь... Он, аргумент Декарта, как бы состоит в следующем. Я, скорее, склонен с ним согласиться. Что это просто есть комбинация моих прежних впечатлений. То есть я их не создаю из пустоты, я просто их комбинирую. Ну где тогда чистота рассуждения от начала? У нас получается столько много предварительных каких-то условий. А где чистота? Нет, что значит... Берем какое-то изначальное рассуждение. Ну что значит, а начало где? Получается, мы много всяких приходящих к этим берем неких постулатов. Каких постулатов? Ну, например, во сне, казалось бы. Это же надо доказать, что во сне, эта стена, ее содержание взята откуда-то из другого. Что она комбинация. Да, что она комбинация. Она может быть и комбинацию. Создают и комбинацию, это я как бы. Да, не важно. Надо доказать, что это комбинация. Спанский грандов-то с палками создают тоже я. Ну да, да. Но ты их не создаешь из пустоты. Ты их складываешь из... Да, ты складываешь, складываешь. Ну где начало когда рассуждения, у декарта? Конечно, у тебя в декарте получается так, давайте сначала весь опыт какой есть разберем по полочкам, а потом уже будем рассуждать просто. Получается, что для него сложная задача развлечения сущности и существования с самого начала становится тривиальным. Он превращает ее в тривиальную, и на этом строится собственно рассуждение, вот в твоей интерпретации. А в чем тут тривиальность? Тривиальность в том, что у тебя чтойность и бытие вот так берутся и опа, и различились. Да. Ну да, различились. Ну это же не так. А что? Это тривиально? Я вас умоляю, ребята, вот не надо говорить не слово тривиальности. Хорошо, я хочу сказать, что это еще более нетривиально, чем нам показывает декарт, по крайней мере в твоем изложении. Я не понимаю этой претензии совсем. Ну да, сущность и существование различен от декартом, и что? Вы против этого, что ты имеешься? Да, они просто различены, а отделены у тебя даже, я бы сказал, еще хуже. Различены-то ладно, они у тебя отделены, получается, что бытие, которое принадлежит как-то кубику, можно отделить от сущности, которая принадлежит какому-то там, не знаю, Богу, кто там будет следующий, кому он принадлежит? А кто объективный? Ну это как бы результат, с другой стороны, это тот результат, который... Нет, ну получается, я не знаю, одно дело различить, а другое дело отделить, да? То есть мы различили, значит отделили. А с чего ты решил, что я прямо-таки отделил? Ну потому что бытие дает субъект, а объектность дает Бог. Да. Не-не-не-не-не, смотрите, то, что я могу понять, что в этой стене причинено мной, а что мною не причинено, это и означает различить сущности существования. Да, конечно, конечно. Вот и все. Теперь, понимаете, какая штука? Ну вот различаем-то мы это делаем нечестно. Да, вот именно, я и хотел сказать. Опыт-то показывает, что мы это скорее выдаем желаемое за действительность. Да, действительно. На самом деле не похоже на это. Достаточно Канта привести во внимание, где он говорит, что формы чувствов мы привносим. Опять же, и этот вопрос Декартовский опять повисает в область. Можно мы действительно в самом содержании, это различить уже, как бы, что все содержание не наше, а наше только бытие. У Канта уже не так. У Канта уже содержать. У Канта, который разговор начал в Волто, активно, она важная. Ведь, действительно, Канта нам дает значительно более сложный пример работы с чтойностью. Там уже и формы наши, чтойности самая. Ну, Декартова и чтойности дальше, если читать, у нее тоже формы, как бы, наши. Имеется вещь протяженная. Так где же она наша? У Декарта-то нет. Декарта нет. Слушайте, нет. Вот я, честно говоря, не очень понимаю. Вы что хотите сейчас сказать? Моя задача была какая? Моя задача была какая? Воспроизвести то, каким образом, находясь в рамках Декартовской, Декартовой точки зрения, в рамках картезианства. Можем ли мы мыслить вещь, как нечто реальное, как нечто объективное в распространенном смысле этого слова, как то, что независимо от мышления? Только в смысле и Бога, больше никак. Нет, подождите. Вовсе даже не только так. Потому что на докладе Игоря был поинт, что у Декарта все только лишь модус и когита, и никакой объективности нет и быть не может. Это неправда. Правильно. И поэтому он переходит к Богу, чтобы доказать, что есть объективность. Только Бог. Дело даже не в том, что... Ты же сам начал к этому вести. Да. Я начал к этому вести. Но я вот что хочу сказать, что здесь у него, Декарта, Бог, не возникает как чертик из коробочки. Вот вы вдумайтесь. Не возникает. Потому что, если я различил сущности существования, и понял тем самым, что я являюсь причиной только существования, но не сущности, ведь я задаю себе вопрос, откуда взялась эта сущность? Что явилось ее причиной? И, конечно же, другого не оказалось, кроме как Бога. Ну, если угодно. Почему существование не может быть так... Я еще хочу обратить внимание, сказать, что я являюсь причиной существования вещи, и тот результат, который получают Декарты, два разных результата. Потому что Декарта доказывает существование меня, как Кокета, а не вещи. Так и не вещи в качестве модуса Кокета. Не, ну это сказано черным побелом. Это быть может, у Декарта так оно и сказано. Другое дело, что этот переход от Кокета к тому, что вещь является модусом в смысле существования, он не является тривиальным. Я даже думаю, что неверным является. Ну, каким образом? Ну, очень просто, когда ты доказываешь свое собственное... В процедуре сомнения ты доказываешь свое собственное бытие. Ты его доказал. Но теперь ты должен показать, что это то бытие, мое собственное, которое я доказал, одновременно является основанием бытия стены. Да. Но это же не так. Это делается в один шаг, говорит Декарта. Я понимаю теперь, говорит он, что стена есть, потому что я думаю, что стена. Не потому что я думаю, что есть стена, а я думаю стену, и тем самым стена есть. Да. Но я хочу обратить внимание, что сказать, что я думаю, что стена есть. Это то же самое, что ты на примере стены, вопроса, который ты к ней адресовал, доказываешь свое собственное бытие, но не бытие стены. Нет, Игорь. Ну, в них она вродит. Нет, логика. Ее можно принять или не принять. Но логика железная. То есть я во всем сомневаюсь, от этого, пропускаю это много, но я не сомневаюсь только в себе, в когита. То есть в своем существовании. Да, в своем. Слушай, и дальше, если я в этом не сомневаюсь, но если мое существование сводится в том, что я сомневаюсь во всем, значит то, что во всем чем я сомневаюсь, зависит от моего когита. То есть оно получает от меня существование. Вот это как раз этого и нету по большому счету. Я не понимаю, в каком смысле нету. Декарт неправильно сделал тут переход, вот в этом смысле, а не то, что Декарда его нет. Вы всегда уточняете, о чем вы говорите, что он есть. Мы же только что начали с того, что деконструкцию мы занимаемся. Да я не понимаю, что вы деконструкция, но не важно любое другое слово, скажите, мы пытаемся выстроить рассуждение, чтобы оно было очевидным. Нет, Булат, есть два разных подхода. Я хочу сделать правильно так, как мне видится, либо я хочу воспроизвести Лольфу Декарда. В смысле, модуса, он говорит правильно, но я хочу эту нетривиальность. Эта нетривиальность является всего той же самой рассуждением по поводу начали то, что Булат сказал 15 минут назад. То, что если у тебя бытие с самого начала субъективно, то и вопроса не будет к нему. Вот это то же самое вопрос у тебя получается. Если все, что ты в конце концов получил, что у тебя бытие субъективно, а у тебя вещь является модусом мысли всего лишь, то ты показываешь, что бытие его субъективно, то у тебя, если ты похож на эту штуку, то у тебя само построение оказывается нет. Нет, нет, нет. Почему заказывают? Нет, я не понимаю смысл слова субъективно. Оно здесь лишнее совершенно. В смысле фоги-то? Почему оно субъективно? Оно объективно. Это единственное то, что существует объективно. Потому что мы обнаружим некого субъекта. А, субъективно. И субъекта. Мы обнаружим совершенно неправовольственное связко. Нет, так называемого. Субъективно то, что относится к субъекту. Нет. Субъективно. Ну хорошо, хорошо. О чем вы хотите сказать? В чем ваш путь? Почему сказать, что я мыслю стену и тем самым стена существует? Тем самым стена существует. Тем самым она существует. Именно потому что я ее мыслю. Это что? Это неверно? Что вы хотите сказать? Да, конечно. Стена существует совсем не потому, что я ее мыслю. А почему она существует? Суть бытия состоит не в том, что я ее мыслю. Суть бытия стены состоит не в том, что я мыслю стены. Нет. Нет, нет, нет. Опять же, здесь не имеется путаница в том. Это с твоей позиции, в твоем представлении, в твоей идеологии или в Декартовской? Это аргумент, который отсылается в сторону Декарта по поводу его построения. У Декарта здесь действительно все логично. Нет, вы смотрите, господа, я еще раз говорю. Вот у вас есть некоторый предмет, бытие которого не определено. Теперь мы не отрицаем его бытие, а говорим, что пусть его нет. Таким образом, мы доказываем, что я его мыслю. Что это значит, что я его мыслю? Что я здесь в этом обнаруживаю? Я обнаруживаю для себя самого некую достоверность меня самого. Несомненность меня самого. Это несомненность в меня как мыслящего, но сделать переход туда, что при этом тут же вот это самое бытие, как все-таки с картинки, превратилось в мое субъективное бытие, неправильно. Причем субъективное бытие? Даже не важно слово субъективное, просто что они существуют, это неправильно. Нет, почему? Почему неправильно? Ну ладно, здесь традиционное, вы понимаете. Оно в двух смыслах неправильно. Первое неправильно, потому что я только что воспринял вот это построение. Из этого построения не видно, как мы можем превратить вещи таким самым, просто вот так, как черты кристы бактерики, превратить в модус нашей мысли. Второй аргумент, который воспроизвел 15 минут назад Булат, который говорил, что если у нас мы начали танцевать чистого субъективного характера бытия, то вопроса пусть нет, к нему невозможно. А как мы это, значит, если мы, если это не так, если у нас, значит, была интуиция какая-то другого смысла бытия предмета, значит, есть какой-то другой смысл бытия. А раз есть вот этот смысл бытия, то мы не можем тогда... Что там такое? Да, там Саша есть, там наш мир, например. Да. Вот. И оказывается, таким образом, что мы не можем перейти сюда. И дело в том, что я прекрасно понимаю ход твоих мыслей и то, что Булат говорил. То есть это нормально, то есть в этой схеме, в вашей схеме, Декарт не прав. Да при чем здесь это там? Мы же не выясняем, как на самом деле. Еще раз говорю, это Игорь пытается Декарту возражение сделать. Я не возражение Декарту, а по построению самого Игоря, как он выстраивает. У Декарта, мне кажется, не так просто. Давайте вернемся. У Декарта немножко не так. Мы будем дальше это обсуждать. Либо вы эту точку зафиксировали. И пойдем дальше. Ну, ну... Пойдем дальше, молодежь. Ну, давайте... Вы понимаете, я считаю, что бытие возникает у Декарта в исчезенности, только когда возникает Бог. И только Бог дает бытие вещам. Ну, например, а у меня такое... Потому что без Бога мы оказываемся... Да, давайте... Без Бога мы оказываемся некого рода то, что мы поставим в субъективном мире, в котором на самом деле все, что есть, есть. И тут невозможно поставить вопрос, что его нет. Оно просто всегда есть и все. Чтобы было вопрос, что нет, поставить, надо то, а чем ставить вопрос, имел бы возможность иметь два модуса каких-то. Как мы говорим, субъективно и объективно, допустим. Мы тогда ставим по поводу того, что он в субъективном мире что-то есть, по поводу того, если он объективно. Вот тогда возникает вопрос о том, объективно ли есть то, что есть субъективно. То, что мне достоверно дано, например, эта стена. И в этом сомневаться невозможно, что она достоверно дано. Но возможно сомневаться, а объективно она есть вообще? Не то, чтобы она мне дана, а то, что она сама по себе-то есть? Вот так вопрос ставится. И тогда вопрос о бытии. И Бог возникает здесь именно для того, чтобы показать, что стена не только мне дана, а что она и сама по себе есть. Я только, смотрите, здесь вот да, есть две претензии ко мне, которые сейчас есть дух Декарта. Значит, претензия вот та, которую сейчас воспроизводит Буат. Отчасти я ее поддерживаю. От какой части? Если бы смысл бытия был только в том духе, в каком есть бытие Когита, а все остальное модусы бытия Когита, то действительно на рассуждение Декарта даже не могло бы начинаться с сомнения. Видимо. Я даже готов с этим согласиться. Допустим. Но вы же идете дальше. Вы же идете дальше. И почему-то на этом основании отвергаете целиком построение. Да вовсе оно не опровергает построение Декарта. Почему? Да потому что он сам, обнаружив, он задается вопросом о бытии, именно о бытии, как о чем-то, не знаю там, о чем-то реальном, о чем-то не субъективном. Другое дело, что осуществив процедуру сомнения, он нашел только субъективное бытие, говоря в ваших терминах. Но знаете, лучше найти хоть какое-то бытие, чем никакого. И далее. Рассматривая то, что в этом субъективном бытии находится. А в нем находятся две вещи. В нем находится содержание этой мысли и сам акт мысли, который и есть акт бытия этой вещи. И вот, Декард говорит, он теперь, понимаете, он как бы с самой процедурой сомнения, он ставит крест на вот этой вот предварительной интуиции, что есть разница внутреннего и внешнего. Если все оказывается модусом моего мышления, то тогда нелепо говорить о чем-то внешнем, о какой-то реальности, помимо моей самой. Действительно. Но при этом он находит выход из этого, казалось бы, замкнутого субъективного мира. Он говорит, но чтойность-то я не полагаю. А значит, говорит он, есть нечто другое, что эту чтойность причиняет. И более того, вот это, кстати, не очень ясное место, но он говорит следующее. Это нечто должно причинять не только чтойность вещи, но и ее бытие. Но уже не в том смысле, в каком я ей причиняю. И вот этот второй смысл бытия, это будет действительно бытие, не данное мной, да, не субъективное бытие. И Бог здесь, если угодно, есть вот это самое нечто, которое причиняет вещь в двух смыслах. В смысле сущности и в смысле существования. Поэтому переход, как бы здесь у Декарта, непроизволен. Бог как бы не появляется, как чертик из коробочки. Ему деваться некуда. Потому что, ну действительно, если я есть субстанция, я есть причина всего, что находится вот в этом вот мною обнаруженном мире, но это не так, потому что я не причиняю кирпичности, я не причиняю коричневости. Откуда это берется, что я не могу причинить кирпичность? Как можно доказать, что я не я присваиваю кирпичной стене? Ну, так что, видишь ли, чем это отличается от самой стены? Это у него по логике получается так. Когда он утверждает чисто, чистоту мгновения кокета, то он понимает, что там нет содержания. То есть он деляет. Он пряшет от существования вот этого некого ненасыщенности, ненаполненности своего существования. И поэтому он не может это перенести на стену. Это чисто логически. Это логика в чем? Если есть стена и коричневость, чем отличается стена от коричневости? Если я полагаю стену, почему я могу положить коричневость? Чем они отличаются друг от друга? Ну, они отличаются тем же, чем коричневость отличается от бытия. То есть я полагаю всего лишь бытие стены, но не стену как стену. Нет, вопрос именно в том, что я могу точно так же и коричневость воспринять как объект, который есть модус моей мысли. Ну, безусловно. Даже по поводу коричневости. Да, но вопрос именно в соединении этого. Я их соединяю. То есть все, и коричневость, и кирпичность, и сама стена, и дом, все это модус моей мысли, но я не могу произвольно их соединять. То есть я не могу подумать, вот сейчас это кирпичность, а потом бревенчатость. И поменялось. Сейчас коричневость, а потом красность. Поменялось. Значит, оно... То есть у меня стена возникает одновременно и в качестве стены, и в качестве коричневости. И коричневости. Вот соединение... Медный шар возникает только как... Шар. Медный шар. Медный шар. Давайте я вам ваше оптимистическое высказание долю этого пессимизма несу, потому что, опять же говорю, что был другой философ, допустим, Кант, у которого все-таки как бы и в содержательность... Булат, ты что, рамно по-другому, это ясно. Нет, дело не в этом. Дело в том, что не так очевидно, как кажется, на самом деле, что содержание, оно не наше. Да понятно. Это первый момент. Во второй момент у самого Деканта, на самом деле, во сне, мы все-таки вносите лежа. И мы это понимаем, что вносим. Но какое дело, что вносим, может быть, необходимым образом. Ведь испанские Грандас Палкулин и испанские Грандас Палкулин. Это все больше. Нет, просто как бы у самого... Вы как бы опеллируете какой-то очевидности. Нет здесь очевидностей. Мы апеллируем до przypadku Деканта. Испанские Грандас Палку deserves эта информация. Они запомнил же, получается, а не испанские Гранды Палкулин. Мне кажется, что просто Декан был философом, не мог онasy naar... мобилировать тому, что они еще видны. Нет, я про что хочу сказать. Но тогда получается, что если в смысле бытия мы предметом управляем в каком-то смысле, захотели мы такой смысл бытия придать, захотели выдержались от суждения бытия, захотели придать чисто субъективный смысл, то что значит таковое мы не управляем. Мы-то к ней приложили некоторые отношения, спутали старые воспоминания, но другое дело, что она оперативна. Испанский гранд с палками, стена именно коричневая. Мы не можем захотеть сделать, переделать зеленую стену в красную. Дело в том, что у Декарта есть один аргумент, почему он не причиняет коричневость, грандовость и палковость. А именно, дело в том, говорит, он бы сказал, вот тут я, конечно, не могу указать место. Я лишь реконструирую логику, которую я делаю. Он говорит следующее. Дело в том, что коричневость я всегда нахожу в качестве готового. Вот мысль я не нахожу, я воспроизвожу мысль. Я как бы совершаю акт мысли, и он в качестве акта мне достоверен. А кирпичность всегда мною обнаруживается как готовая. Если бы я в какой-то момент обнаружил себя конституирующим, из другого контекста слова, конечно, да, конструирующим, складывающим эту коричневость как коричневость из чего-то другого, тогда бы у меня были основания думать, что я являюсь причиной коричневости. Но я всегда обнаруживаю ее как готовая. Я грандов обнаруживаю готовыми. Вот и все. Вот и весь его аргумент. Я стену не могу подумать по-другому. Когда я думаю стену, я одновременно сразу же воспринимаю коричневость. Меня отделяет. То есть для меня стена возникает не как стена, а коричневость как отдельно. Да. То есть стена уже сразу возникает. Поэтому я не могу отделить бытие стены от... То есть нет там отвлечения. И стена для меня возникает уже как понятие... Понимаю, стена это не просто как нечто вот белое, там что-то такое, а стена как смысл для меня возникает. Да. Я думаю здесь путаницу вносит понятие формальной причины, которую вот я воспроизвел вслед за Декартом. Оно действительно вносит некоторую путаницу. Потому что мы скорее понимаем форму в аристофелевском смысле. Да. Это то, что причиняет то, что дает определенность вещи. Для Декарта формальная причина в другом смысле. Для него формальная причина это то, что дает только бытие. То есть то, что не касается никаким образом определенности вещи как вещи. А дает ей только одно единственное. Бытие. Ну вот если угодно, это то же самое развлечение, которое Кант обозначает словами, что бытие не есть реальный предикат. Вот и все. Это правда так. И для Декарта это точно так же. Ну и другого философа, да. Да. Ну... Нет. Но есть философы, которые не задаются вопросом бытия, как гусы. Вот. Но мы можем их вычеркнуть, конечно, из философии. Нам не жалко. То есть плохо возникает именно в тот момент, когда мы пытаемся эту стену уже определить, понять. Не то чтобы. Понимаешь, какая штука? Вот здесь мы понимаем, когда мы понимаем, что точно не я причина вот этого. Да? Да. А вот как будет это нюанс опять же? Еще раз. Возвращаем. Скажу. Еще раз. Смотри. Я обнаруживаю коричневый всегда в качестве готовый. Всегда в качестве данной. Именно содержание этого. Я причина данности, но не самой коричневости. Знаешь, у Кантови точно так же. Я всегда обнаруживаю пространство. Он так разверну. Да, да, да. А не так, что его разворачивают. Понятно. Ну и Кантови не обсуждают. Ну это, да. Плохая примерка. Просто я говорю, как каждый раз параллельно, что это не очевидные вещи. Может быть, у Кантови так, но это не очевидные вещи. Да, конечно, не очевидные вещи. Что значит не очевидные вещи? Вот я тут перестаю понимать. Содержательность на самом деле созидается не нами, это не очевидная вещь. В какой момент ты видишь, как коричневость возникает? Нет, из того, что я не являюсь свидетелем, что коричневость возникает, это не значит, что я не являюсь ее причиной. А для Декарта это аргумент. Есть же эффектианское построение. Потом говорят, что мы воспринимаем треугольник только тем, что его строят. Один угол, второй, третий. Мы воспринимаем линию только тем способом, что ее проводим. Опять-таки, линии нет. Кстати, у меня про это будет вопрос, но это за пределами этого разговора. Вот такая же. Есть противоположная точка зрения, что когда у тебя есть некая содержанность, например, длительность линии. Она же перед нами разворачивается, получается, по фихту. И действительно, мы ставим эксперимент, у нас линия разворачивается. Еще треугольник, я еще могу понять, как я его сразу мыслю. О пятиугольнике, о семи, о восьми. Я его строю. Тысячеугольник, да. Да, с другом-з другом-з другом. Содержанность разворачивается, получается. Тоже. Давайте действительно на этом остановимся, перейдем дальше. Вот допустим, мы эти вопросы фиксировали. Что есть Бог? В очередной раз не поняли, что Бог возник как создатель некой реальности. Ну как? А как объективно? Мы не создали. Мы не создали. То есть, ищем причину, что-нибудь здесь скажем. Нет, давайте перейдем дальше. Вот Бога, получили Бога, дальше, дальше. Они получили, почему? Почему получили? Нет, получили. Нам нужна некая причина дополнительная, кроме формальной причины. Она нужна, но Бога это не получение. Может, она не есть получение? Нет. Ну скажем так, мы эту причину назвали Богом. Хорошо, дальше. В чем дальше осуждение? Дальше надо же как-то перейдеть. Можно сказать так, что есть данный нам мир, у него есть две причины. Локальная причина, формальная, и абсолютная причина, которая находится за пределами этого существования. То есть, некий абсолют, который нам должен, что-то еще должно... Вот наша картинка, с одной стороны, мы ее воспринимаем как существующую, потому что мы есть. Вот. Но то, что мы воспринимаем, дается с той стороны, проектируется. Вот упрощенная логика Декарта. То есть, поскольку он не поместил в себя, в субъекта, содержание никакого, причем сомнения, вот это отрицание всего, поэтому он все содержание поместил как на проекцию с той стороны. Вот эту мистичную ночь я предлагаю сделать перед. Нет, 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 давайте как-то тут осталось немного. Почему? У меня немного осталось? Да нет, вообще я предлагаю на несколько недель сделать перед. Чему веду-то, на самом деле? У него есть такой критерий, да? Реальности очень четкий и ясное, а четкое представление. И вот надо его как-то сюда пристегнуть, чтобы... Не надо. Еще раз объясню. Не надо этого делать. Не, на самом деле это вся эта эссенция Декарта. Потому что как бы... Потому что как бы на самом деле... Подожди, потому что... Потому что как бы на самом деле Бог-то дает нам различение сна и яви. Ну вот есть Бог, он там все делает, адъективная причина. А сон и яви мы сможем различить с помощью Бога или нет? А мы с помощью Бога не можем различить и вне сна существования. Правильно. Поэтому критерия, поэтому Бог на самом деле, здесь возникает только как некого рода иное представление о том, что есть, как мы говорили, внешний мир. Можно говорить внешний мир, а можно говорить Бог. То есть второй раз внешний мир представляет в виде Бога. Нет. Ну суть на самом деле критерия, критерия. Причина. Смотрите, суть критерия, как мы различаем вот этого. Да, но получается, что причина есть некая наружная, мистически появившая откуда-то образом соображение, которому наше построение вбрасывало. Но мы видим, что наше построение не получается без какого-то дополнительного абсолютного основания. Нет, абсолютное основание. От него можно так же воздержаться от поиска этого некого. Если Бога нужно воздержаться, и мы останемся на... На позиции первых. Одна бесконечная, если и все конечные. Ну нет, это все сложнее. Что у каждого какого-то события есть своя конечная причина. Еще непонятно, что все эти конечные причины, в конце концов, они должны сводиться к какому-то единому Богу. Это же непонятно. Ты, Игорь, задаваешь уже внешние причины. Это причины между... Вот, допустим, смотрите... Ну, ликарно по внешней причине уже не было сказано. Нет, смотрите, мы пытаемся, допустим, без Бога рассуждать. Как нам получить критерии разрешения сна и без Бога. А, допустим, с другой стороны, если Бог есть, опять же нас никак не выручает. Поэтому вот как вот теперь сюда пристегнуть вот этот критерий реальности, ясно, что тебе представляете? Я вот, например, просто адресуюсь. Нет, мне кажется, что Декарт не отвечает на вопрос, не пытается даже ответить на вопрос, как нам отличить. То есть он просто говорит об основании, как и сна, так и не сна. Нет, ну мы же... Нет, конечно, сон от яви никак не отличает. Нет, нет, подождите. Ну вот вопрос ставится об итии. Ведь вначале я могу сомневаться в внешних вещах, потому что, может, они мне снятся и так далее. А вот, допустим, мы теперь весь путь прошли и, в общем-то, все решили. И как нам теперь, зная весь путь, это отличить сон от яви? Да. А он мне... А как? Значит, в чем смысл тогда всего рассуждения? Нет, господа. Да, сон от яви никак не отличается. Зато он находит Бога, который внутри себя абсолютно благ и не знает какого-то... того самого злоказиного коварства, не может нас обманывать. Бог нам дает коричневость и кирпичность стены и во сне, и не во сне. И самое важное не то, что он дает кирпичность и что-то, но он еще настолько хорош, настолько прекрасен, что никогда не будет нас обманывать, в том числе по поводу четырех углов и треугольника. Не будет, он хорош. Нет, доказательства математическими как-то ясно. Да, допустим, вот появился Бог, снял вопрос о математических доказательствах. Сбытия точно так же. Нет, сбытия нету никак. Ну как, если ты ясно и отчетливо что-то видишь, то это... Ну у вас не ясно и отчетливо вижу, и что... Так, слушайте, ребята, это уже совсем... Ну смотрите, чтобы не останавливаться на полусловия, просто я понимаю, что... Я почему предлагаю перенести куда-нибудь дальше, потому что это требует еще какого-то сильно другого разговора. Я должен скорректировать, как я собираюсь излагать Декарта, глядя на ваши сомнения и возражения. Да? Я поэтому предлагаю перенести. В целом, в целом, значит, картина, насколько мне представляется, такая. После того, как мы понимаем, что у сущности должна быть причина не только ее бытия, но и причина ее сущности как таковой, то на место такой двупричины, которая совершает два одновременно причинения, она причиняет и что, она причиняет и существование этого что. Есть единственный кандидат, на самом деле, на эту должность такого рода причины. Бог. Почему? Потому что понятие Бога состоит в чем? Потому что в Боге совпадают сущности существования. Это означает, по мнению Декарта в данном случае, что Бог причиняет по отношению не к себе уже, а по отношению к вещам, вещи в этих двух смыслах. И если говорить о том, каким образом отличать сон от яви, то общий ответ, вот сейчас, к сожалению, слишком общий, но он от этого не остается менее правильным, будет такой, что если я познаю некоторую вещь через идею Бога, через идею Бога, то это делает для меня эту вещь реальной, то есть она получает смысл бытия не только в смысле модуса кубита, но и чего-то самостоятельного. И я получаю тем самым возможность мыслить эту вещь именно как вещь, и познавать ее исчерпывающе правильно и в отношении бытия этой вещи, и в отношении содержания этой вещи. То есть как бы здесь получается так, что достоверность мышления вещи получается за счет того, что в мои отношения с вещью впутывается не кто-то третий. А именно, я мыслю вещь посредством идеи Бога, через идею Бога, или в идее Бога. И я делаю это во сне точно так же. Ничего подобного. Почему? Вот во сне я этого не делаю. Почему? Почему я не могу рассуждать о Боге, знать, что я верю в Бога и воспринимаю в его единство сущность существования во сне, и точно так же, вот я сейчас, вот допустим, мы сейчас все с ним, и с ним все друг к другу, и рассуждаем вот так. Я точно не сплю. Я. Ну ты понимаешь, но дело в том, что... Я ясно, что ты осознаешься. Нет, нет. А во сне ты тоже сейчас? Я сплю. Ты-то, может быть, не спишь, но Белая Королева точно спит. И видит тебя во сне. Ну пускай спит, ну на здоровье ее проблемы. Но она меня не видит, нет. Нет, это именно сон Белой Королевы. Да, ну слушай, это какое-то просто бездна дальнейших уточнений требуется. Честное слово. Я прям предвкушаю... Для чего, Белая Королева-то какая там была? Я прям предвкушаю... Белая-белая. Прям предвкушаю, как интересно мы дальше все к делу повернем. Ну все, да? Да. Спасибо. 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 Спасибо.